здравствуйте друзья меня зовут евгений додолев в эфире программа золотая рыбка костях у нас красивая женщина прежде всего в моей системе координат и знаменитая актриса алена яковлева здрасте же здрасте очень приятно вот хотел сразу уточнить насчет алены и лены потому что в википедии написано что с 89 года вдруг опа нет ну во первых не вдруг я в принципе в детстве всегда была ли он и меня звали лёша лёля и так далее родители когда была маленькой поэтому я никакая не лена хотя при рождении папа хотел леночку вот но видимо так звезды сошлись что леночка я не была никогда леночка для меня холодновато имя и такое немножко не мое я все-таки алена аленушка аленка подруги все меня зовут аленкой никто меня не зовет леной никогда вот хотя начинала я свою жизнь с лены потому что елена у вас какой-то любимый мужчина даже троллил по поводу что алёна такой троллил меня сашка хон он мне не ему не нравилось нет его просто у него была какая-то знакомая по имени алена она ему очень не нравилось вот или что-то там произошло и он говорил ну какая-то алена не хочу тебя лены звать и до сих пор меня зовет лена если мы где-то пересекаемся вот но я категорически против я всегда исправляю потому что уже сейчас не просто потому что мне я привыкла просто уж не имя лена не очень нравится хотя елена древние игры греция все хорошо прекрасно посмотрите на действия которые произвели к википедии не врет это именно потому что у вас не путали с интервью очки не врет абсолютно не врет меня так достала история абсолютной однофамилицы просто замучила потому что действительно был у лены успеха и так так сказать это были было начало какие годы было 90-е годы да и это было ярко и очень своевременно и наверное очень актуально и так далее так далее просто это была такая слава прямо но я всегда говорила что я неизвестно меня конечно ассоциирует с юрия васильевичем яковлевым безусловно но я не хочу чужой славы даже такая принципиальная просто мне не надо я хочу иметь свою пусть вот такую но просто свою и когда мы приезжали на гастроли на гастролях писали на афишах что во всех главных ролях интер девочка а я приезжала со своим родным театром сатиры а лена яковлева была в прекрасном театре современник у меня это очень раздражалось честно мало того когда мы приезжали на концерты тоже это все происходило и я была вынуждена выходить и говорить друзья я не лена яковлева я не интер девочка она прекрасна на в современнике работает а я другая заканчивался концерт все выходили и зритель галда классный концерт чё-то она похудела объяснять нашим зрителям бессмысленно не хотят в это верить они в это верят а вы знакомы конечно мы снимали с двух проектах с леной то есть вы были знакомы до интер девочки мою моя так сказать первая большая любовь и щит как я считаю гражданский муж был саша кахун артист театра современник замечательный и коллега лена яковлева по театру и в общем у них была одна компания валера шальных муж лены вася мещенко гармаш и саш у них была компания не все были одного поколения пришедшие в это время в театр современник дружно и весело живя вот поэтому я и меня гармаш очень уговаривал саша не расставалась поэтому мы были близко и тесно знакомы и конечно мы даже собирали жить в общежитии в соседних комнатах с леной то есть нас наша жизнь шла параллельно и я прекрасно к ней отношусь и так далее но просто действительно меня немножечко это уже стало так сказать просто ну вот да и я решила что нет 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 надо резко это поменять а потом так совпало что я выпустила очень хороший спектакль и такую знаковую как я считаю работу театре модерну светланы враговой екатерины ванна леонида андреева пьеса и вот в этот момент я поняла что мне надо вообще резко резко уйти в какую-то сторону я просто официально везде кроме паспорта по паспорту я все-таки елена я абсолютно ушла в сторону и стала везде я говорю пожалуйста в кино потому что даже в первом фильме вот филиал я там елена поэтому я стала лена официально дочь по паспорту дочь мария дочь марии казакова за казакова не было соблазна там казакова яковлеву учитывая что обе такие фамилии известны менять яковлеву на казакову все равно что иванова на петрова понимаешь абсолютно бессмысленно вот потом я себя спрашивал свою бабушку она ягод башка отчет не поменяла ни раз фамилию не взяла насколько можно поэтому я как-то решила что нет я не буду этого делать тем более неизвестно сколько раз мне придется это менять а потом не дай бог я поменяю один раз а потом второй раз не скажешь что тогда поменяла сейчас не поменяла логично поэтому лучше этого не делать я уж уж останусь тем более все таки несмотря на то что я в общем не очень имела так сказать большое отношение к юрии васильевичу я имею виду что я никогда с ним яковлев да я не росла в семье и но тем не менее естественно я являюсь его дочерью продолжательницей так далее поэтому но все-таки это было бы наверное не совсем логично менять еще и фамилию в период романа с отцом вашей дочери для вас имело значение что он сын михаил казакова или нет для меня вообще не имеют никакого значения ни фамилии не какие-то регалии не статус я себе выработала такую внутреннюю систему если честно я себе это смогла позволить я не общаюсь по принципу нужности я не общаюсь по принципу богатства положение чего-либо еще я общаюсь исключительно по внутренним моим энергетическим привязанности только поэтому в тот момент вот так получилось я у саши кахуна на дне рождения познакомилась кирилл казаковым он приехал вместе с мишей ефремовым они там тоже дружно веселились я как-то туда мы уже расстались с сашей в этот момент я приехала и как-то мы так легко и весело общались он долго читал стихи и так далее так далее по и потом поехал меня провожать но надо понимать какие-то были годы как это было 90 наверное маша раздела зима сторон но собственно это будем с первый год а вот это было достаточно драматичное время но при этом крайне веселое время и в какой степени легкомысленное вот поэтому все было легко все было как-то не очень ответственно с моей стороны достаточно легкомысленно вообще в принципе потом до этого у меня произошла одна такая драматическая история потери человека который для меня имел очень большое значение в жизни ну и я как-то так сказать вела достаточно свободный образ жизни скажем так ну уже весь открыли эту дверь сказали про человека вы хотя бы не буду будете хорошо поэтому поэтому так случилось что он действительно кирилл хороший собеседник у него у нас не возникло много интересных тем для разговоров мы все-таки одного круга в том числе и потому что вы дети культовых советских актеров поймите меня правильно это для меня в тот момент не имело никакого значения на самом деле получается что да что все таки вот как бы при отчете как он был выходец из уф я даже не помню уже сейчас откуда то и калинин тверь он был не москвич и он был крайне талантлив о котором мы вот говорили и поэтому ну мне совершенно было все равно и кроме саши и кирилл у меня было еще масса знакомых поэтому вообще нет нет хотя говорили конечно там маргинальный брак не маргинальный смешно все это я вообще не хотел замуж выходить никогда не за кого честно говорю странно для девочки странно но тоже надо понимать я всегда это говорю у меня своя своеобразный приход в этот мир поскольку я родилась будучи уже в какой-то степени оставленной папой и у меня отношение к противоположным полу весьма определенное было очень осторожное и оно такое осталось поэтому обмануть меня было трудно я всегда предвосхищала события всегда уходил первое поэтому в тот момент это было совершенно неважно это было действительно как такая вспышка всплеск мне было интересно нам было весело у нас были общие темы мы куда-то ездили мы с кем-то общались у нас были то есть это такое было в общем действительно это было не очень серьезно как мне кажется мы к этому не подошли так как к этому надо было бы подойти если уже люди решают заключать брак мне так кажется вы про 90-е годы как-то так сказали святые 90-е как говорит на и на ельцина мне это казалось что люди вашей профессии вообще этот период воспринимают как самый такой трагический и неприятный отрасль а вы искали что в общем это был веселый но я вообще склонна в любом период жизни искать все таки положительные моменты даже самых тяжелых вот и в это время было много очень много творческо творчество очень много мы не вылезали из театра мы если у нас не было репетиции мы делали капустники мы придумывали какие-то елки для детей театра на один раз мы все время чем-то были заняты мы были увлечены друг другом творчеством у нас была замечательная атмосфера и в театре и в отношениях и в общем наше поколение молодой да да очень многие люди к сожалению канули в небытие в прямом и переносном смысле потому что действительно абсолютно прав тяжелое время в том смысле что все равно это был было был недостаток востребованности например в кино те кто не работал в театре кому не хватало какого-то творческого выплеска безусловно они страдали и безусловно выпивали и безусловно еще что-то было вот поэтому и и тяжело было и и материально очень тяжело но когда ты молодой когда у тебя нет таких искушений как сейчас нет такого такой возможности со всех сторон вот это вот общество потребления прекрасная наша чудесная то и когда у тебя три куска курицы на три дня тут тебе как бы все равно и корнеплоды какая-то это счастье было когда у меня в диете крутился этот бройлер несчастный и вечером после спектакля я шла практически каждый день спартаку васильевичем мишульном и жили в одном доме и мы каждый день ели одну и ту же вот эту крутящуюся курицу это уже не на кутузовском это уже было 90 это уже я получила квартиру которую мне помог получить кооперативную мы купили да мне родители помогли мы купили эту квартиру потому что я жила проходной комнате очень долго и я уехала однокомнатную квартиру это было счастье потому что дверь не закрывалась два часа ночи свет горит это была садовая триумфальная и туда приходил пол москвы просто там ну как все тогда так сказать жили вот и либо это было либо либо китайские пельмени либо курица с жареной картошкой это был каждый день это была водочка я горел спартак васильевич сколько можно и мы с ним выпивали он уходил спать мы продолжали разговор с его женой прекрасной валей маленькая карина была еще тогда совсем маленькая вот но мы естественно говорили в основном театре очень творческий человек крайне творческий вот поэтому нет я совершенно не страдал и не страдала не от отсутствия денег которых не было вообще я не сос не страдал от отсутствия каких-то благ хотя у меня всегда я всегда была одета в тоже родители жили за границей долгое время очень же международник да и меня всегда баловали нарядами и мама всегда привозила и я всегда была хорошо одета надушина и так далее так далее поэтому и всегда это очень любила поэтому нет для многих наверное нам для многих наверно потому что действительно кто попадал вот эту вот энергетическую струю подавленности а подавленность конечно было и я никогда не забуду как шла толпа я вышла на балкон садовом кольце шла толпа огромная толпа людей и просто бил его так палками по машинам которые стояли на садовом кольце перепаркованы это было страшно вот хотя я сама в тот момент бегала на все демонстрации уже чуть позже бросая 9 месячную машу 91 93 90 это время конечно было потрясающих возможностей для журналистов не пожалели что не остались в профессии вы же поступили сперва на журфак на сколько я хотел у меня был момент был момент перехода в другую профессию мне показалось что я начала наверное очень применительно к театру я начала исписываться но в том смысле что я очень много играл я играл по 30 30 33 спектакля в месяц то есть иногда по 2 а иногда и по 3 в день то что были сказки утренние вечером еще там двухчасовой спектакль в котором я играл главную роль и все массовки в театре и конечно мне показалось что у меня я просто ничего не могу дать зрителям вот но был у меня такой такой внутренний момент был было ощущение что но в этот момент рождается маша поэтому все мои потуги на перемену профессии или чего-то еще они ушли и тут надо было просто выживать потому что я вернулась на сцену в четыре месяца когда маша было четыре месяца я в это же время практически ушла от кирилла в никуда уж моя квартира сдавалась за сто фунтов ваша квартира или она в собственности была не совместность кириллом джакова это было ваше у него своя квартира грохольском переулке мы там жили сдавали мою квартиру а когда я от него съехала естественно я в нее вернуться не могла потому что она еще сдавалась и вообще надо было на что-то жить зарплата в театре была там 90 100 рублей на понятно я пошла жить подруги она мне отдала свою квартиру что не ковенко танечка и ковенко моя подруга прекрасная любимая 40 лет в этом году как мы дружим вот я пошла к ней жить она жила на даче вот а я у нее в однокомнатную квартиру рядом со своим домом я благополучно приехала рядом с театром и там где-то месяца полтора-два я жила потом перестав сдавать свою квартиру я вернулась свою однокомнатную чудесную квартиру на садово триумфальной вы при этом с какими-то известными журналистами дружили я знаю что с владом листьевым были да я не могу сказать что я его близкая подруга знаете когда человек уходит сразу все объявляют себя это да да даже когда он умер то мне не хватило смелости пройти так как все проходили я встала в общую очередь стояла я помню вот в этой общей огромной очереди несколько часов мы стояли с юра васильевым вот да мы мы общались мы действительно мы учились он был постарше когда мы учились но мы как-то в общем достаточно он был и у меня бывал и тогда верники вот только-только и вадик и игорь возникли только-только начали возникать они учились с кириллом казаком в одном классе вообще альбина кстати альбина назимова на земле жена влада она тоже училась с кириллом в одном классе поэтому тут все как-то было действительно так вот вы через альбину знали нет я знала листьево через через себя потому что он был чуть постарше но все-таки в культе журналистики тоже место такое достаточно активное вот мы общались общались и после после института я ушла после третьего курса но продолжал учиться на заочном университете и мы все равно общались вот поэтому какие-то связи я общалась жене песку новым по сей день с ним общаюсь вот он мой близкий друг даже сейчас у меня было вот он рвался из америки прилететь но не получилось потому что сейчас сложновато сложновато да но там по другим каким-то причинам но если он прилетает мы непременно встречаемся и как как всегда бурно веселимся я вот тоже последний раз в америке 10 нет я вот буквально его летом видела буквально вот прошлым лет об какой летом и зимой виделись даже иногда и новые года справляли уже и так 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 что какие-то люди из моего курса кто-то остался мы дружим и сейчас возникло даже у нас группа тридцатник почему тридцатник непонятно но вот ее создали мы периодически на фейсбуке все там возникаем выкладываем фотографии в общем мне это доставляет тоже какую-то такую ностальгическую радость раз в америку мы упомянули не могу вспомнить про эти все тренды как принято говорить которые к нам из америки приходят частности вот связаны с харассментом с разоблачениями как ваше вообще отношение к тому что очень много скандалов вокруг вот это у нас же я например ведь это возникло сейчас а все эти так сказать так называемые приставания были всегда да я всегда говорю это вопрос выбора вопрос человеческого выбора моей жизни была история я не буду называть опять-таки фамилию всего одна нет история была куча история была куча и запертых дверей когда мне на масс-фильме сказали что я сделаю тебя звездой человек был крайне известный режиссер и сказал вы умеете делать массаж никогда не забуду я так я говорю массаж чего извините он закрыл дверь запер я сказал пошел грубо было грубо и все не потому что я такая правильная или принципиальная ну просто для меня это нонсенс вот просто нонсенс если я хочу я вступаю отношения но это решение оно рефлекторное или голова включается все таки нет во первых это решение изначально воспитание ну как бы мне не приходит в голову мне противно я просто не ну не могу это представить себе просто не могу себе это представить и переступить через себя это очень мерзко потом была вторая история тоже был очень известный человек крайне известный ныне здравствующий чиновник от кино и так далее так далее который сказал ты понимаешь чем тебе грозит твой отказ я вру прекрасно понимаю 15 лет я была зачеркнута вот когда вот как мне потом рассказали даже этого не знала что значит зачеркнута так зачеркнута ведь кино же не было сейчас сериалы пожалуйста 500 тебе телекомпании кинокомпании всего остального а тогда это был там не знаю массфильм студия горького и все и если ты делал какие-то неправильные телодвижения и все остальное то все тебя могли абсолютно так сказать вычеркнуть из этой системы координат я совершенно об этом не жалею абсолютно ну просто вообще не жалею значит такая у меня была судьба поэтому когда сейчас начинают пожилые пожилые пожившие скажем так тетеньки рассказывать о том как их домогались и при этом еще я никого не осуждаю но друзья мои да это ужасно это это нехорошо это некрасиво это у меня не вызывает никакой радости но простите если вы на это идете это ваш выбор это ваш выбор я например прекрасно знаю что господину вайнштейну выстраивался очередь и почему-то эти дамы сейчас начинают рассказывать о том как он их домогался но опять-таки ну ну ребят возьмите себя в руки но вы хотели карьеры любой ценой не вообще не осуждаю никого но вы хотели этой карьеры любой ценой вам говорили хотите сниматься тук 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 можно вы хотели этого пожалуйста вам это дали и вдруг вы через 15-20 лет вы начинаете обвинять этого человека в том что он вас склонял к сожительству вы же сами на это шли вас же никто не бил по голове повторяю вас никто не насиловал вас никто не хватал вы сами приходили за ролями за ролями за успехом за славой я вот против чего я не совершенно не 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 поддерживаю такие вещи я считаю что мужчина никогда не должен использовать свое так сказать служебное положение и предлагать то есть ставить женщину перед выбором нет ни в коем случае и это конечно ужасно но это как с одной стороны выбор так и с другой стороны выбор поэтому сейчас вот все ринулись рассказывать у меня масса историй масса но мне не приходит в голову рассказывать сейчас о том конкретно какой человек рыдать при этом что было 45 лет назад или там 30 лет назад что что меня кто-то склонял к сожительству и сейчас я начинаю от этого дико страдать нет то есть истории масса разных и домыслов и и и не договорок но просто я против того чтобы сейчас вдруг начинать об этом вспоминать о каких-то вещах которые так сказать были в ранней юности но это ну ей богу абсолютно не осуждаю это личное дело каждого пожалуйста если вы хотите рассказывать но превращать это в какой-то уже не знаю вселенский ужас не ну мне кажется не стоит согласен с вами алена вы знаете у нас традиция что мы финишируем пожеланием лет как просьба или приказом нашей золотой рыбки зовут карася дядя володя какой ален я кулей я володи ими очень люблю поэтому я бы хотела бы очень попросить я очень девушка уже не не свежая не юная поэтому мне в моей жизни все нравится я бы хотела попросить удачи счастья своим детям я имею ввиду свою прекрасную дочь марию и ее замечательному соку супруга ивану они поженились вот будет год назад я им хочу пожелать счастья хочу попросить им удачи здоровья детей моих внуков и дальнейшего дальнейшего процветания чтобы в жизни все было хорошо и все сложилось так как надо вот этого я попросила люблю когда просят не для себя это так приятно и благородно спасибо вам и за эту просьбу и за разговор спасибо